Мы сегодня будем читать книжку Питер Пенн. Мам, ты на собаку села? Да, бывает. Готова? Да, конечно. Питер Пенн. Ну, поехали. Глава одиннадцатая. Сказка, которую рассказывала Венди. Теперь слушайте, сказала Венди, начиная сказку. Майкл лежал в люльке, остальные семеро в кровати. Жил-был однажды один джемпельмин. Лучше бы это была леди, заметил кудряш. Пусть бы он был белой крысой, вставил кончик. Тише дети успокаивала их мама Венди. Леди жила-была тоже. Мамочка, она жива, перебил ее один из двойняшек. Жива. Как я рад, что она не умерла, сказал болтун. Ты рад, Джон? Конечно, рад. А ты рад, кончик? Да. Кончик. Да, рад, рад, отстань. А вы рады, двойняшки? Да! Да, вот именно, что рады. О, Господи, вздохнула Венди. Потише бы там отдернул их Питер. Он считал, что Венди заслуживала с их стороны честной игры. Какой бы мерзкой ни была ее сказка. Джентльмена звали, продолжала Венди, мистер Дарлинг. А ее звали миссис Дарлинг. И как вы думаете, кто у нее был еще? Питер Бен. Белая крыса, быстро проговорил Кончик. Невозможно догадаться, сказал болтун, который знал всю сказку наизусть. Тише, болтун. У них были дети. Какая хорошая сказка, сказал Кончик. Но они в один прекрасный день улетели в страну «Нет и не будет». Туда, где живут потерянные дети. Я так и думал, вмешался Кудряш. Не знаю, как я догадался, но я это понял сразу же. Тише. Лучше подумайте о том, что чувствуют несчастные родители, у которых улетели все дети. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у хорошо кончится, а подхватил второй. Если бы вы знали, как сильна материнская любовь, сказала Венди с торжеством в голосе, вы бы не опасались ничего. Вот тут она подошла как раз к тому месту, которое Питер ненавидел. Обожаю материнскую любовь, завопил кончик и стукнул Болтуна подушкой. Ты уважаешь материнскую любовь, Болтун? Чрезвычайно, сказал Болтун и дал Кончику сдачу. Заметьте, сказала Венди, что героиня сказки знала. Когда бы они не вернулись, мать оставит до них окно открытым, чтобы они могли прилететь домой. А они прилетели? Да. Они вернулись, сказала Венди, потому что окно было распахнуто для них долгие-долгие годы. Ах, дети, дети, так велика их вера в материнскую любовь, что им казалось, что они могут себе позволить побыть бессердечными еще немножко. Когда Венди закончила свой рассказ, Питер тихонечко застонал. Что у тебя болит, Питер, милый? Что? Сполошлось Венди. Это не такая боль, сказал Питер. Какая же? Венди, ты ошибаешься насчет материн. Они все окружили его страшным встревоженным его волнением, и он поведал им то, что до сих пор скрывал. Я раньше думал так же, как ты. Я считал, что моя мама никогда не закроет окно. И поэтому я не торопился возвращаться. И прошло много-много-много солнца и лун. А потом я полетел назад, но окно детское было заперто, а в моей постельке спал мальчик. Питер, ты в этом уверен? сказала Венди. Мама, наверное, думает, что мы умерли. Но я так испугалась за мать, что в эту минуту не подумала о Питере и сказала ему довольно резко. Питер, надеюсь, ты займешься необходимыми приготовлениями? Пожалуйста, сказал он спокойно, как будто она попросила его передать ей базочку с орехами. Он поднялся наверх по стволу и отдал краснокожим несколько коротких приказов. Когда он вернулся, он достал дома ужасную картину. Мысль о том, что они теряют Венди, привела мальчишек в панику. Нам будет еще хуже, чем до нее, кричали они. Мы ее не отпустим, мы ее свяжем. В этом критическом положении инстинкт подсказал ей, кому обратиться за помощью. Болтун, крикнула она, защити меня. И не странно ли, что она воззвала к самому робкому и глупенькому. Вся глупость тут же соскочила с болтуна. Я всего лишь болтун, крикнула, и всем на меня наплевать, но всякому, кто посмеет дотронуться до Венди, я разобью в кровь нос. Да, мальчишки отступили. И в этот самый момент вернулся Питер. Венди сказала, я попросил индейцев проводить тебя через лес. Спасибо, Питер. А затем продолжал он отрывистым колючим голосом человека, который привык, что ему повинуется. Динь-Динь поможет прилететь вам над морем. Разбуди ее, кончик. Динь-Динь, она была счастлива услышать, что Венди уходит. А у мальчишек был совершенно потерянный. Дети, сказала Венди, если захотите, полетим все вместе. Ого! Я уверена, что мама с папой вас всех усыновят. Я берусь их уговорить. Что-то тесно мне. Да. Больше всех Венди, конечно, имела в виду Питера. Вылезай. Но каждый из мальчишек принял ее приглашение на свой счет, и все запрыгали от радости. Питер, можно и нам? Спросили они с мольбой в голосе. Хорошо, сказал Питер. И они тут же кинулись собираться. Питер, сказала Венди, прими свою микстуру перед дорогой. Она приготовила ему лекарство, обернулась к нему, и сердце у нее оборвалось. Собирайся, Питер. У него было странное выражение лица. Я остаюсь, Венди. Нет! Да! Чтобы показать ей, что ее отъезд ему безразличен, он весело заскакал по комнате, играя на своей бессердечной свирели. Ты найдешь свою маму! Но Питеру она была не нужна. Мама! А когда я покажу, я тебя позову! Хорошо! Нет, Венди, она станет говорить, что я уже вырос, я не хочу, но Питер... Нет! Приходилось объявить это остальным мальчишкам. Питер остается. Питер остается. Они растерянно приглядывались. С палками через плечо, на палках узелки с вещами. Что же им делать? Ладно, ладно, спокойно, не хныкать. До свидания, Венди! Она взяла его за руку. Было ясно, что он не ждет от нее поцелуя. Ну-ка, поцелуй меня. Мама! Ты не будешь забывать вовремя менять белье, Питер? Да, да. И будешь по часам принимать микстуру? Да! Вот вроде бы и все. Наступила неловкая пауза. Питер был не из тех, кто демонстрирует свои чувства. Ты готова, Динь-Динь? Спросил он. Готово! Тогда вперед! Динь рванулась вверх по одному из стволов, но никто за ней не последовал, потому что в этот самый момент пираты со страшной силой напали на индейцев. Наверху, где только что было все тихо, воздух огласился криками и звоном оружия. Внизу воцарилась мертвая тишина. Все взоры обратились на Питера. Руки умоляющие вскинулись в его сторону, как бы прося защиты и спасения. Питер схватил свою саблю. Глаза его светились решимостью и защитить их всех, если в индейцах проиграют сражения. Пойдем к Мишу? Спокойной ночи!